Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным. В студии Ирина Ромбальская. Из первых уст председатель Мингородсполкома Николай Ладудько ответил минчанам на горячие вопросы. Прямая телефонная линия прошла сегодня в стенах городской мэрии. Разъяснительная работа по наиболее важным аспектам жизни города растянулась на несколько часов. В списке наиболее популярных оказались вопросы строительства и капитального ремонта жилья, улучшения сферы бытового обслуживания и развития инфраструктуры города. По поручению мэра все обращения граждан будут рассмотрены руководителями соответствующих структурных подразделений в кратчайшие сроки. Временные неудобства для водителей на улице Куйбышева, телепорт в лето на Логойском тракте и новый скоростной режим на улице Некрасова. Интересные подробности этого дня не упустила наш дежурный по городу Вероника Фалей. Золотая середина в скоростном режиме. Теперь из пункта А в пункт Б автомобилисты смогут добраться куда быстрее. Вместо привычных 40 на улице Некрасова теперь разогнаться можно до 50 км в час. Не навредить пешеходам и угодить водителям. С двуединой задачей госавтоинспекция справилась на отлично. Напряженную дорожную обстановку в двух шагах от автозаправки на улице Некрасова решили разрядить изменением скоростного режима. Правда, 50 км в час пока предел. Однако, если еще три года назад этот перекресток считался одним из самых опасных в городе, то теперь необходимости снижать скорость до 40 км в час здесь нет. К слову, самих автолюбителей такие перемены не сильно порадовали. Я думаю, увеличение повлияет отрицательно. Мы же не будем ездить все время 60, если какая-то опасность возникла. Поэтому знаки вот эти абсолютно лишние. Это просто предупреждает водителя. Внезапное перевоплощение столичной магистрали. Поднять настроение и автолюбителям, и пешеходам. Ремонтники решили обновлением дорожного полотна на пересечении улиц Сурганово и Куйбышево. Отремонтировать 50 метров дороги этим строителям по зубам. Еще на днях ремонтники приступили к масштабным работам по расширению проезжей части в районе перекрестка улиц Сурганово и Куйбышево. Замена пешеходной дорожки и тротуарной плитки, обновление всей проезжей части вблизи перекрестка. Масштабные работы, по словам строителей, планируется завершить уже к ноябрю. К слову, с завтрашнего дня дорожный подиум будут ремонтировать в две смены, в том числе и в ночную. Я думаю, конечно, будет лучше по новым дорогам ездить. Путешествие в лето с диснеевскими персонажами. Телепорт в сказочную страну открыли жители 19-го дома по улице Логойский тракт. Когда у одних во дворе бушует ветер, у других спокойно и солнечно. Маленьких минчан от суровой непогоды укрывает искусство. Такое ежедневное путешествие в сказку местным жителям подарили коммунальщики. Как раз к их общему празднику Дню двора. Здесь и полюбившиеся всем гномы, правда без белоснежки, и яркие воздушные шары, и лесные звери. Необычно, скажем так, везде, да, вот какие-то дома просто белые, синие, красные, а у нас вот здесь такая вот красота. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт tv.byu в разделе форум, звоните по телефону горячей линии 1-600-700. И помните, нам важны подробности. Где появятся новые общежития и какие перспективы трудоустройства у молодых специалистов? Найти и многие другие вопросы студентов Высшего государственного колледжа связи. Сегодня ответил заместитель председателя Минградсполкома Игорь Карпенко. Во время неформальной встречи со студентами речь также зашла о поиске новых форм продвижения на рынке белорусских товаров и развитии туризма в стране. По итогам каждой встречи ведется протокол поручений. И все вопросы, которые возникают в ходе встречи, они решаются. Все встречи проходят очень активно. Студенты задают вопросы абсолютно из разной сферы. Касаются и жилищно-бытовых условий в вузах, и процесса обучения. Встреча прошла замечательно. Наши студенты очень рады и преподавательский состав, что получили такую возможность лично пообщаться, задать свои вопросы. В поддержку активного образа жизни современный физкультурно-оздоровительный комплекс появится на улице Герасименко. Бассейн, сауны, тренажерный зал, фитобар и боулинг-клуб – все это разместится в новом двухэтажном здании. Рядом с комплексом оборудуют и открытые площадки для занятий волейболом, баскетболом и футболом. Кроме того, планируют обустроить бесплатную автостоянку на 375 мест. Для удобства посетителей предусмотрено кафе общественного питания. Подъезжающие на автомобиле могут заказать себе легкий ланч и пообедать, перекусить в машине. Авангард по-белорусски и сразу три молодых художника представили свои работы на суд ценителей не совсем обычного искусства. Инсталляции, скульптуры и живопись – все это арт-проект «Трансформа», который открылся сегодня в Центре современных искусств. Материалом для большинства работ стало то, что многие привыкли считать отходами. Так, ряд фигур выполнил из ржавых полос металла. А центральным объектом экспозиции стал черный куб, выполненный из старых книг. «Трансформа» – это изменение формы. В принципе, художники и занимаются тем, что меняют форму. Я надеюсь и вижу по этой выставке, что они от худшего меняют ее к лучшему. Движение жизни. Ведут ли минчане активный образ жизни? И какие виды спорта выбирают, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме? Наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. «Обязательно надо. В тренажерный не хожу, потому что у меня дома есть тренажер. Еще у нас во дворе школы построили уличный тренажер. Замечательная альтернатива». «Я хожу возле своего дома, тренажерный зал, дворец молодежи, что очень устраивает, нравится». «Хожу в бассейн, но не так часто, как хотелось бы. Я считаю, что должны строиться такие спортивные бассейны». «Конечно, они городу очень нужны, столько, сколько сейчас есть, этого явно недостаточно. Но я, к сожалению, сама сейчас не хожу, у меня дети занимаются». «Конечно, нужны оздоровительные все эти мероприятия, но я хожу в тренажерный зал, он находится здесь недалеко». «Я посещаю тренажерный зал, и, конечно же, нужно строить заведение подобного плана, потому что это держит нас в форме, и вообще-то можно отдохнуть от работы». Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, которой всегда рядом работала Ирина Ромбальская. Всего доброго и до встречи.